Серк Усов. Попаданцы. Мир Толарея. Книга третья. Глава первая. На лётном поле, оборудованном совсем недавно в сотне метров от границы лагеря, сейчас медленно раскачивались три дирижабля. Её, брата и один из боевых аэростатов воздушного флота, рядом с которым лежала странная штуковина, чем-то похожая на дельфина или акулу, тоже округлая и с плавниками. Олег назвал эту железную рыбу бомбой. «Снаряду, а тем более пушечному ядру, с ней не сравнится», — сказал брат, когда они вдвоём подошли к его очередному смертоносному новшеству. «Видишь, Уля?» — он похлопал железный бок бомбы и обратился к стоявшим рядом с диковинным изделием молодым механиком, бывшим рабам, уже давно за ум и за прилежание, получившим волю и достаток. «Ну что, парни, ввинчиваем взрыватель и крепим эту штуковину к держателю». Приспособление для навешивания бомбы имелось и на ярко-красного цвета дирижабле императора, но Олег вчера сказал, что демонстрация воздушного удара должна последовать с обычного аэростата. В другое время Уля не отстала бы от брата, пока не получила от него ответа, почему именно так, только вот в последние дни, расставшись со всеми надеждами на близкую дружбу с маркизом Ора Неловином, молодая королева Саарона пребывала в подавленном состоянии, переживала и очень себя жалела. «А ведь можно же и несколько бомб на одном дирижабле вести?» — выкинув из головы очередной приступ тоски, спросила она, глядя, как мастера подкатили на тележке изделия под дно салона аэростата и принялись заводить к корпусу металлической акулы-крюки, которые брат назвал держателем. «Верным путем мыслишь», — сестренка засмеялся Олег, — «для нашей махины вес бомбы в 150 килограмм не критичен. Можно еще парочку, как минимум. Это если без уменьшения численности экипажа и пассажиров их навесить. А так-то и поболее поднимет, только подвеску нужно будет доработать. «Но давай пока одну испытаем. Посмотрим, что и как у нас получится». Он обнял ее за плечи. «Не грусти, малыш. Все пройдет». Брат понимал причину ее печали. «Пошли в салон». Друзья и соратники остались в штабе армии, — так распорядился император. И до летного поля государя с сестрой проводили только ниндзя во главе с верной Нирмой. Уля ободряюще улыбнулась полковнику своей подруге по грустному состоянию. Так получилось, что крах любовных надежд обеих практически совпал по времени. В их компанию можно было бы включить и третью, герцогиню Ревилл. Но Веда, как только поняла, что лишилась лишь постели с императором, а не его покровительство, быстро прогнала печаль и с утроенной силой погрузилась в дела герцогства. Железо, меди и олова, главного богатства вилла, псковскому государю требовалось все больше. Королеве Саарона тоже всегда имелось чем заняться, однако Олег и Гортензия, похоже, решили ее лечить от хандры противоположным способом. Они, наоборот, хотели снять с нее значительную часть нагрузки, в первую очередь магической, управление королевством и так не являлось для императорской сестры сильной обузой. Чиновники Гури и Армина под руководством Монса справлялись с делами весьма неплохо. Не зря брат часто говорил, что у нее чутье на достойных людей. Не только бывший уголовник Гнус, ставший талантливым военачальником Ковином, но и Монс, один из тех наемников, кто однажды подрядился убить Улю и был ею прощен и исцелен, теперь служил императорской сестре верой и правдой. Благо опыта в различных сферах жизни под руководством Лешика он набрался много. «Начинай подъем, капитан», — скомандовал Олег, когда закрылась наружная дверь салона аэростата. «Воздушный поток я сам создам». Своих служанок Уля оставила в лагере. Им с братом хватит и стюарда, если что. Да и пятерка ниндзя поднялась на борт. Есть кому услужить. Конечно, обычный дирижабль не мог предоставить такого комфорта в полете, как аэростаты ее или брата. Здесь даже спальное место имелось лишь одно, больше напоминавшее солдатский раскладной топчан, чем койку. Но королеве Саарона приходилось ночевать и на земле, так что сильно она не расстраивалась. Тем более, раз Олег решил использовать для движения свою магию, полет долго не продлится. За день и ночь с задачей они управятся и вернутся. «Олег, расскажешь, о чем ты и Гортензия с посланниками договорились», — попросила Уля, заняв место в центре салона у иллюминатора. А то я, пока телеграфными башнями занималась, совсем все пропустила. Вспомнив проделанную ею за предыдущие три дня магическую работу, она с некоторым злорадством подумала, что планы брата постараться в дальнейшем обходиться без привлечения сестры к строительству новых объектов в империи просто неосуществимы. Как бы Гортензия на этом не настаивала. В одиночку Олегу при его занятости текущими делами всего не потянуть, а Вика, их новый друг и соратник, не сможет долго находиться на Торпеции, у нее и своих задач полно там, на Алернии. Других же магов, способных накладывать заклинание «Укрепление», необходимое для создания сверхпрочного мрамора мощи, не существует. А кто тогда завершит строительство рельсовой дороги и трассы до Растина? А до крепости Наров? Построит мост через Ирмень, еще и в районе Орежа, вместо древнего, еле-еле до сих пор не развалившегося. А летний императорский дворец у Палина? Некому поручить и ускоренное развитие телеграфной сети, пусть даже большинство башен сейчас возводится из кирпичей или камней без использования магии. Брат сел напротив. «Конечно, расскажу, о чем договорились», — улыбнулся он. «Только вот наставница твоя, да и моя тоже, убедила, что тебе, как вернемся, до самого Нового года, ни о чем ином, кроме как о предстоящих балах, думать не следует. Она права, Уля. У тебя ведь совсем личной жизни нет. Замучил я тебя. Отдохни хоть немного». «С дворянами, молодыми познакомься, с аристократами. Не тогда, когда они к тебе на аудиенцию с просьбами или жалобами приходят, а просто потанцуй, повеселись. Ну, сама понимаешь. Поверь, не все из них бестолочи или ищут твоей протекции. Впрочем, такие тоже есть. Да, еще гости, солернии будут. Может, среди них найдутся интересные люди. Я ведь не против, Олег, пожалуй, уля плечами, сдержав грустный вздох. Но мы еще не вернулись с Аргона, так что можем говорить о делах, не обманывая ожиданий нашей наставницы». Государь с ее доводом согласился и рассказал в подробностях ход и результат достигнутых с Маркизом Неловином и графом Рещенгом договоренностей. Понятно, соглашение было предварительным, «Божественное» и «Сертин» должны их еще одобрить и сообщить об этом голубинной почтой. В том, что решение императрицы Хадона и короля Аргона будет положительным, сомневаться не приходилось. Им просто некуда деваться. У Олега очень выгодная позиция. И это они зависят от него, а не он от них. Псковский император согласился оказывать союзу, в который помимо Хадона и Аргонского королевства вошли Отан и Герония, поддержку, но весьма ограниченную, как и те условия Олега, что в данный момент союзники принимают. У брата есть время. Как только Агния и ее совет согласятся передать ему контроль над Геронией или хотя бы северными провинциями этого королевства, где проходит одна из рельсовых дорог, так и помощь от Пскова станет полноценной, включая военный поход против гостей с Волании. «Ты поэтому приютил Олу Релитоль?» Уля не отказалась от принесенного стюардом любимого угощения в виде орехов с медом и ждала ответа от брата, уже закинув пару ядрышек себе в рот. «Хочешь не только восстановить ее в правах на герцогство, но и дать нечто повыше?» «А простое сочувствие к несчастной сиротке в моем сердце возникнуть не могло?» хмыкнул Олег. «Эх, Уля, даже ты так обо мне думаешь, будто бы я обо всем ищу лишь выгоду. Нет, не хочу я Релитоль двигать к трону. Она хорошая девушка, но пустая и ленива. Меня и нынешний монарх Геронии устраивает. Тем более, что я его бил, и он это хорошо помнит». «Чек готовит армию к походу», — произнесла Уля с вопросительными нотками в голосе. «Да. Я не допущу поражения Ходонского союза. Даже если Агния упрется совсем на счет Геронийского королевства, мне все одно придется ее выручать. Впрочем, я надеюсь, она проявит благоразумие. Пока же я по просьбе Сертина введу свои войска в Тегольскую, северо-западную провинцию его королевства. Закрою для бронзово-кожих путь в Аргонскую житницу. Если волонийцы решат атаковать мою армию, что же, тем хуже для них». «Все равно. Наши союзники долго против южан не продержатся», — убежденно сказала королева Саарона. «Порталы многое изменили. Сейчас ведь подкрепления с Воланией могут пойти потоком». «Думаю, уже идут», — согласился брат. «Только и союз может ими пользоваться». «В Атане тоже есть портал, а в Геронии целых два. Ходонским войскам теперь не нужно проделывать долгие марши. А вообще, конечно, с открывшейся возможностью пространственного перемещения рисунок войн сильно поменяется. Это еще надо будет обдумать. Как-нибудь отдельно соберемся по данному вопросу с нашими военными стратегами. «Пока же мы, собственно, для того сейчас и летим к Аргонскому порталу, чтобы испортить волонийцам прилив воодушевления от заработавших порталов. Царька Парсанского мы с тобой сделали. Теперь вот и пространственную площадку, захваченную нашими южными друзьями, потревожим. Будут воевать с оглядкой, так что не все так однозначно предстоит уля в сражениях на Аргонских полях». Брат уже предупредил ее, что в Парсанском дворце Вика выдавала себя за королеву Саарона. И все должны считать это правдой. Только врать Ули вовсе не требовалось. Олег сказал, ты лишь молчи на эту тему и загадочно улыбайся. А ведь ей очень хотелось, чтобы она действительно в тот день находилась рядом с императором. Жаль, что так не сложилось. Они разговаривали почти до самого обеда. Олег пытался ей объяснить про новую электрическую магию, которую он с ее участием собирается принести в Псковскую империю. Но Уля почти ничего не поняла, хотя словами брат говорил знакомыми. Уяснила только, что это будет нечто по-настоящему великое, во что она легко поверила, от Олега другого ждать и не приходилось. Еще, по его словам, новой магией смогут пользоваться и люди неодаренные, как некоторыми артефактами. Только не надо будет что-нибудь разламывать, а просто нажать на кнопку, и появится свет, или потечет вода, или подует ветер, или ящичек заговорит человеческим голосом. Последнее Уле показалось совсем необычным, но и тут она полностью доверилась брату. После обеда император погрузился в чтение очередного историка географического фолианта, доставленного ему в лагерь гортензии и извлеченного им сейчас из пространственного кармана, а молодая королева, в очередной раз пожалев, что у нее так и не получается изучить заклинание для создания столь удивительного хранилища, вынула из сумки книги про незнайку перечитать еще раз и детские рассказы, которые открыла первыми. Друзья и соратники государя, прекрасно осведомленные, кто на самом деле скрывается под именем автора книг «Мистер Икс», ничуть не удивлялись столь большому количеству постоянно издававшихся новых произведений. Хитрый и мудрый правитель Пскова, хоть и был загружен множеством государственных дел, собрал команду из шести громотеев-выдумщиков, пяти молодых мужчин и одной пожилой женщины, которых назвал странным словом «литнегры». Олег рассказывал им сюжет, те с его слов делали более подробное описание событий, затем император проверял, вносил правки и отдавал в издательство. Так он почти не тратил своего драгоценного времени, а людей радовали все новые и новые книжные истории. Читая очередной рассказ, королева временами отворачивалась к иллюминатору, чтобы не отвлекать брата видом своих слез. Только в этот раз она плакала от смеха. Повествование про двух мальчишек, решивших в отсутствие взрослых сварить себе кашу и переборщивших с количеством крупы, соли, времени готовки было простым, но таким смешным, что Уля даже почувствовала колики в животе. «Да не крутишь ты, как на иголках», — усмехнулся Олег, посмотрев на нее поверх фолианта. «Знаешь же про мое обостренное восприятие. Не скроешь ничего». Она кивнула и, закрыв лицо руками, засмеялась в полный голос. «Прости, не могу сдержаться», — отсмеявшись сказала она. «Наверное, мне надо что-нибудь серьезное почитать». «Зачем? Гортензии с нами нет. Читай, что тебе интереснее». Брат взглянул в иллюминатор, захлопнул свою книгу и обернулся к голове салона, где молодые этого года выпуска «Ниндзя» прильнули носами к стеклам. «Сержант Дирн», — позвал он не командира пятерки охраны, а находившегося там же стюарда. Воздухоплавание относилось к очень важной части армейской службы, и на дирижаблях даже стюарды, по сути, слуги, имели унтер-офицерские звания. «Позови сюда штурмана». Мы, кажется, уже подлетаем к цели. За бортом на земле, в различных местах, чуть ближе к дирижаблю или совсем далеко, виднелись дымы от пожаров. Уля уже достаточно повидала штурмов, осад и захватов городов, поселений или крепостей, чтобы ясно представлять, что сейчас происходит на тех пожарах. Да, Псковская армия, которую Олег приучил к жесткой дисциплине, своевольными грабежами и мародерством не занималась, однако Уля видела и последствия действий других войск. Впрочем, у нее самой в прошлом году при подавлении мятежа в Фереле, северной провинции Саарона, нашлись любители расправ над мирными подданными королевства. Двое ландверовцев, среди которых один был унтер-офицером после штурма столицы заговорщиков, изнасиловали и убили совсем молодую девушку, почти девчонку. Уля тогда приказала казнить обоих методом ахейцев, когда преступника привязывают за руки и за ноги к четырем лошадям и разрывают его тело на части. Зрелище не только увлекательное, ей показалось оно очень интересным, но и весьма поучительное. С тех пор даже сааронские вспомогательные воинские формирования усвоили как следует себя вести, что можно делать, а что нет. — Звали государь, — спросил штурман, молодой светловолосый лейтенант, украдкой посматривавший на нее и чуть заметно покрасневший. — Доложить, где мы находимся? — Догадливый, показывай, — приказал император. Дворянин тут же положил на стол планшет в виде специальной плоской сумки, которую брат ввел в обиход не только у воздухофлотских офицеров, но и у артиллерийских, ткнул пальцем в прикрепленную снаружи сумки карту Аргона. — Вот здесь, — сообщил он. Час назад миновали Ликур. Там волонийцев еще не наблюдали, а сейчас правее нас, Шендист. Через двадцать-тридцать минут, если не сочтете нужным ускорить полет, будем у столицы над целью. — Спасибо, понял. Нет, ускоряться не станем. Возвращайся. — Уля, поставь сферу, — попросил сестру Олег. — На полную свою мощь. Мало ли, вдруг там много сейчас их сильнейших магов. Сама понимаешь, какая дорогая штука — аэростат. Поэтому пока над теми местами, где возможно нахождение групп сильных, одаренных, дирижабли смогут летать только со мной или с тобой. Иначе собьют гады. Жаль, у нас на торпеции нет литина, драгоценного минерала, из которого порсанцы делают свои мощные защитные амулеты. — Разве из чего-нибудь другого нельзя их сделать? — Стало интересно Ули. — Можно хоть из кирпича, только вот в него много энергии не направишь. Сфера будет совсем слабой, да и оболочка долго заклинаний не сохранит. Полдня и все. Ладно, не беда. Вика обещала, что ее подруга вскоре подберет нужную огранку какого-то тамошнего вида янтаря. А лапанского, кажется. — Говорит, сферы будут не менее мощными, чем у волонийцев. Тогда бомбардировщики и без нас с тобой работать смогут. Если у Вики не получится, придумаю, как до порсанских копий царя Соломона добраться. — Не Соломона, Олег, — поправила брата Уля. — Леофира второго. — Первого ты убил. — Мы с тобой убили. Ты уже забыл, что ли? — Нет, не забыл. Пойдем покажу прицел для бомбометания. Император поднялся и протянул молодой королеве руку. Пока примитив примитивный, но инженеров Трашпа я уже накрутил думать про такой, который станет учитывать скорость аэростата, его высоту, ветер и температуру за бортом. Тогда можно будет сходу, вернее, с лету бомбы метать. Сегодня же придется зависать над целью. И то не факт, что точность окажется хорошей. Вроде бы на габаритно-весовых макетах проверяли, но одно дело на знакомом до пылинки родном полигоне метать, а другое — в незнакомом месте. Аргонский портал, как и во многих других государствах, располагался рядом с резиденцией правителя. Появление воздушного судна над дворцом незамеченным не прошло, и внизу, под дирижаблем, Уля увидела людскую беготню. А вскоре она ощутила, что по поставленной ею сфере ударили мощными молниями и ледяным копьем. Последнее заклинание являлось вообще крайне редким. На торпеце и паде никто, кроме брата, такого и не знал. Значит, у портала сейчас какие-то очень сильные и опытные маги волонийцев находятся. Сфера просела почти на пятую часть своего максимального наполнения. «По нам бьют», — предупредила она Олега. «Я понял», — улыбнулся он, наклоняясь над стеклянным зрачком длинной бронзовой трубки и кладя руку на рычаг, управляющий держателем бомбы. «Значит, наши действия исключительно самозащита. Мы тут, понимаешь, просто летели, никого не трогали, а они...» «Эх, ничему дураков жизнь не учит». «Ну, Уля, смотреть будешь?» предложил он, остановив полет дирижабля и пригласил ее к трубке прицела. «Буду», — согласилась она. Уля посмотрела в то, что брат назвал окуляром и увидела крестик, наведенный на портальную арку, через которую в это время проходил фургон, влекомый парой валов. Еще с десяток таких повозок уже прошли через портал. Вокруг находилось множество пеших и конных воинов, смотревших вверх на дирижабль и размахивавших руками с оружием. «Точно навелись», — раздался сзади голос Олега. «Что?» — не сразу поняла его вопрос королева Саарона. «Я говорю, перекрестие правильно смотрит? На портал?» «Да», — чуть заикнулся Уля. «Ну, тогда огонь. Беспощадный огонь. Ты смотри, не отвлекайся». Она почувствовала вначале, как император дернул с рычаг, затем ощутила, что немного качнулся салон, а спустя секунду увидела падающую на землю металлическую акулу. Взрыв, многократно больше, чем от снарядов, вспыхнул правее метров на пятьдесят от того места, куда был наведен прицел. Не точно, но опустошение бомба произвела вокруг просто чудовищное. «Вот это да», — не сдержал эмоций кто-то из ниндзя. И тут же до салона аэростата дошел и грохот взрыва. На этот раз салон тряхнуло более основательно. «Не да», — лиртан, а «о-го», — усмехнулся Олег. Хотя и промазали, но не сильно. Ну, друзья мои, с первым вас боевым опытом бомбардировочного флота. Капитан, командуй разворот, больше нам пока здесь делать нечего. «ОтпAP» — Музыка. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...